Всем привет! Вы на канале Собервижн. Расскажите ко мне, а у вас есть домашние питомцы? Думаю, да, раз вы смотрите мой канал. Вот и у матки темнотораксов появился свой собственный домашний питомец. Сегодня я расскажу об этом поподробнее. Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин Ankeeping Depot. Не упустите возможность приобрести редких муравьев, эксклюзивные фармикарии с доставкой по всему миру в короткие сроки. Ссылка в описании. Итак, я неделю назад посетил Рептилиум. Приобрел я там всего ничего – лишь одну семью темнотораксов. Но это не просто начальная семья. Это целая империя. В ней около 50 или 70 муравьев. Для этих крох это действительно неплохой показатель. В природе численность этих семей достигает 200 особей. На выставке я проверил наличие матки в этой семье и этим вполне ограничился. Но по приезду домой я начал внимательно вглядываться в матку и тут заметил, что непонятное существо сидит у нее прямо на спине. Это был клещ, но какой-то он совсем нестандартный. Размер его достаточно крупный. Он спокойно себе выседает на спине матки и ползает по ней. Рабочие его явно видят и даже трогают своими антеннами. При этом он спокойно отходит, переползает и чувствует себя шикарно. Чем же он питается? Есть подозрение, что слюной муравьев. Ведь они так любят ухаживать за своей королевой и постоянно облизывают ее, чистят. Почему работяги просто не могут поймать и раздавить этого клеща жвалами мне совсем непонятно. Если кто-то знает, напишите об этом в комментариях. Пока клещ один, он не принесет много хлопот. Семья хорошо развивается, много расплода на всех уровнях. Но вот если клещей расплодится совсем много, это будет реальная проблема. Поэтому я решил попробовать не допустить дальнейшего размножения клещей. Для этого я взял отдельную арену. Но посмотрите, это не просто арена. В ней когда-то жили ароматные муравьи. И я в ней нашел даже трупик одного из рабочих. Я решил подстаковать эту арену к инкубатору и заполнить дно арены живым субстратом. В нем и хищные клещи, и колемболы, и мокрички. Во-первых, появление у муравьев арены позволит им выносить все остатки пищи и самого инкубатора. Во-вторых, хищные клещи и другие жители субстрата будут съедать все остатки пищи и жизнедеятельности муравьев. А также яйца и личинки вредных клещей, не давая им возможности размножиться. Будем надеяться, эта мера действительно поможет. Это все, что я сейчас могу сделать, чтобы избавить матку от ее домашнего животного. Пробовать убирать его механически слишком рискованно. Проще подковать блоху. Поэтому будем ждать результат. Ведь через пару месяцев этой семье предстоят «Большие дела». Она переедет на остров в новый проект. Пока я планирую поселить туда две семьи муравьев. Вторая семья пока подбирается. На сегодня все. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это помогает развиваться нашему каналу и выпускать видео чаще. Берегите себя и своих близких в условиях новых волн распространения коронавирусной инфекции. Всем пока! Смотрите в следующем выпуске. В природный формикарий высадился десант вкуснейшего живого белка. Муравьи-капканы активизируются, чтобы изловить его и накормить все семейство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова